Новости на государственном телеканале Западной Армении. Здравствуйте! Короткий обзор новостей на сегодня. Заявление о перевозке останков члена Асала Пьера Кулумяна из Франции в Армению. Познаем Западную Армению Джуга. Новые факты о разрушении села Метстагер, кладбища, школы и церкви Сурб Асфазацин. По данным международных новостей ББС. Информационный штаб Арцаха про информацию об установке азербайджанского товарного пункта по дороге в Бердзор. История бывшего имама армянского происхождения и учителя религии, обвиняемого в шпионаже. Турки возмущены сериалом Нетфлис, которым регионы стран обозначены как Армения. В Ереване пройдет четвертый глобальный форум против преступления и геноцида. Сообщение. Останки павшего товарища Пьера Кулумяна возвращаются на родину. Прав павшего товарища борца за свободу новейшей национальной освободительной борьбы товарища Пьера Кулумяна спустя 40 лет после гибели наконец упокоится на родине. Пьер Кулумян трагически погиб 2 августа 1982 года в Париже. До гибели был военным ответственным тайной освободительной армянской армии освобождения Армении на территории Европы, исходя из чего лично участвовал в многочисленных военных операциях. Возвращение останков и придание родной земле символизирует непоголебимую волю продолжение освободительной борьбы за восстановление непреодолимых национальных прав, освобождение оккупированных земель, а также актуальность и бессрочность этой идеи. Мы выражаем нашу глубокую благодарность семье погибшего товарища, которая с особым национальным пониманием способствовала нашей просьбе по оформлению необходимых юридических документов для перевозки останков. Наша глубочайшая признательность также всем тем, кто финансово помог, морально поддержал и на деле содействовал для процесса успешного возвращения останков на родину. Общественность будет проинформирована о подробностях перезахоронения останков нашего товарища. Город Джуга Западной Армении был основан легендарным армянским царем Тиграном I Ервандяном. Город находился недалеко Аннахидживана, в центре армяно-населенных земель, которые простирались от реки Кура до верхнего течения Ефрата и Тигриса. Вплоть до 1604 года Джуга преимущественно сохраняла свой исключительно армянский облик. В 1648 году, по данным путешественника Александра Родоса, на кладбище Джуги было около 10 тысяч хорошо сохранившихся хачкаров. Это было самое большое кладбище в мире, состоящее из хачкаров. Рассвет города приходится на XVI век, когда он стал центром международной торговли, в основном шелка. В то время в городе было 3000 домов и 7 церквей. В 1604 году Шахабас дал приказ переселить всех местных армян в глубины Персии. Все население Джуги было выселено, а город сожжен. В 1812 году английский путешественник отметил, что вокруг руина стало всего 45 семей и все армяне. В начале XX века армяне составляли 42% на Хиндживанской губернии. После присоединения этого региона к Азербайджану их число начало стремительно снижаться, а процесс систематического уничтожения кладбища Джуги начался в 1920-х годах. По мере постепенного удаления армян уничтожались армянская историко-культурные памятники, в том числе Хачкары Джуки. После обретения советским Азербайджаном независимости началось более активное уничтожение кладбища в Джуги. На протяжении почти 25 лет кладбище периодически подвергалось разрушению. Точка была поставлена в 2005 году, когда по приказу правительства Азербайджана с привлечения подразделений вооруженных сил Азербайджана полностью было уничтожено кладбище, богатое тысячами хачкаров. Вскоре все армяне были изгнаны из Нахадживанского региона. В 1987 году в Джуги жила лишь одна армянка, однако в памяти армян Нахадживанский регион остается армянским районом, с которым связаны важнейшие события национальной истории и культуры, где сохранилось множество армянских памятников. 10 ноября 2022 года корреспондент ББС Ольга Ившина после посещения команды новостей ББС в Арцах опубликовала большую статью «Демонстрация победы, как живет Арцах спустя два года», где в четком описании с подробностями представила уничтожение и осквернение кладбищ, школы села и церкви Суруп Асфатсатин, совершенные руками азербайджанцев в селе Метццагер Гадруцкого района Республики Арцах. Об этом сообщает сайт Moment Watch.org. Через шесть месяцев после окончания Второй Арцахской войны сайт «Кавказ Heritage Watch», который осуществляет мониторинг культурного наследия Арцаха по спутниковой системе, опубликовав снимки спутника, который свидетельствует о разрушении кладбища азербайджанцами. Реакция сайта Moment Watch.org такова. Следует напомнить, что ущерб, наносимый культурным ценностям каждого народа, является ударом по культурному наследию всего человечества, ибо каждый народ вносит свой вклад в мировое культурное наследие. Согласно Первому Гаотскому протоколу 1954 года, на оккупированных территориях запрещено уничтожать культурные или духовные ценности. Информационный штаб Арцаха сообщает, распространяемую прессу информацию о том, что командование миротворческого контингента Российской Федерации, дислоцированным в Республике Арцах, согласилось установить азербайджанский таможенный пункт по дороге плачин, не соответствует действительности. С целью недопущения перевозки запрещенных предметов под ответственностью миротворческого контингента российскими миротворцами была рассмотрена возможность установки рентген-сканера на пропускном пункте номер один Бердзорской дороги для осмотра въезжающих транспортных средств. В связи с этим, вновь подчеркиваю, что распространяемые слухи о размещении азербайджанского контрольного пункта на дороге Бердзор являются ложными и исходят из трехстороннего заявления от 9 ноября. Призываем не поддаваться дезинформации и следить исключительно за официальной информацией. 30-летний Муксим Омач родился в семье верующих мусульманов. Окончил факультет теологии, много лет работал имамой и учителем культуры религии. 20 лет он начал скептически относиться к исламу и сменил свою веру 24 года. Омач больше не был мусульманином, но не мог поменять свою социальную жизнь, так как имел религиозную профессию. Живущий двойной и тайной жизнью Омач годами скрывал с тревогой и страхом армянское происхождение своей матери. Тем не менее, в школе, где он преподавал, узнали, что он армянин, после чего Муксим Омач стал подвергаться гонениям, а также преследованию за оскорбление турецкой нации. Точно так же, как в случае с Грантом Динком. Омачу пришло сбежать из дома. Интервью с Муксим Омач доступно на нашем сайте. Турецкого зрителя возмутил первый эпизод сериала на платформе Netflix, где восточные районы страны были обозначены как территория Армении. Об этом сообщает РИО Новости со ссылкой на газету «Собак». Сообщается, что это не первый случай с Netflix. Четвертая серия сериала Netflix – шпион об агенте Моссада в Сирии на стене висела карта, разделенной Турцией. В пятом эпизоде документального фильма Netflix «Самые важные события Второй мировой войны» на карте мира была замечена интересная деталь. Турция была разделена на карте, а разделенные земли были обозначены как территория Армении, пишет газета. Что является неизбежной реальностью, даже скептики этого не изменят. 12-13 декабря 2022 года в Ереване пройдет четвертый глобальный форум против преступления геноцида под названием «Предотвращение геноцида в эпоху новых технологий». Замминистр иностранных дел республики Армения Ваге Геворгян отметил, что форумы примут участие очень знаменитые и имеющие свое слово в этой сфере личности. Будет около 250 участников, 30 авторитетных международных докладчиков, ученые, высокопоставленные чиновники, представители технологических компаний. Из истории известно, что развал международной системы безопасности всегда приводит к преступлениям против человечества и другим массовым зверствам. В этом контексте проведенной научной конференции «Приглашение кругов, увлеченных в дело предотвращения геноцида» само по себе важно, отметил замминистр. По его словам, осуществление геноцида никогда не было легким делом. Требуют длительные пропаганды идеи геноцида в различных слоях общества, организованные убийства огромного количества людей и с этой точки зрения страница геноцидов открывается с XX века. Геноцид армян в Западной Армении – один из первых. И в заключении новостей послушаем музыкальное произведение. Такими были новости на сегодня. Всем мира и добра!